Проблема поиска работы для жителей маленьких городов и сел актуальна в разных регионах страны. В надежде на лучшее люди уезжают из райцентров мегаполиса, однако найти свое место в жизни и там зачастую непросто. История Алексея Камырина, который работает трактористом-машинистом комбикормового завода группы компаний «Агропромкомплектация» в Ржеве Тверской области, подтверждает, что с развитием сельских территорий эта тенденция меняется. И сегодня можно достойно жить и работать и в небольшом городе. Коренной ржеветянин, он окончил местное профессиональное училище и, по примеру, отца и деда получил профессию тракториста. Родные Алексея в расцвет сельского хозяйства работали в полях. Профессия считалась престижной. Однако в 90-х ситуация изменилась. «Пока были трактора, работали все, потом начало маленькое сельское хозяйство загибаться, пришлось другую работу подыскивать. Но сейчас устанавливается, вроде обратно, как говорится, тянет на технику». С приходом группы компании в Ржевский район были созданы рабочие места, появились вакансии. На тот момент Алексей Камырин зарекомендовал себя добросовестным и ответственным работником. Имел хорошую репутацию. «Я работал в комбинате благоустройства города Ржева, работал тоже на мусорной машине. Ну, как бы это комбинат благоустройства такое все. В совхозе тоже в своем, 25 лет по КСМ». Он стал одним из первых сотрудников тогда еще строящегося на выезде из города комбикормового завода с элеватором. «Первое впечатление, конечно, что завод еще только строился, еще даже, ну, проектик так было, что вот как все будет. Ну, так, помаленьку, помаленьку, рос, рос и вырос завод, как говорится. «Ну, моя обязанность, как входит, я вот на погрузчике кидаю добавки вот со склада, все это. Так, ну, конечно, уборка территории на этом тракторе, зимой снег, подметание. Ну, разгрузка машины, там еще кара там стоит маленькая, предрейсовую основную, как бы это, переначальный, вот сейчас это очередное идет, вот на погрузчике делает человек. Меняет масло в двигателе, это гидравлики меняет. Ну, как бы вот по моточасам что подходит, сколько вот, и все это делается. Потому что технику надо содержать, потому что, или, как говорится, твоя кормилица, ты не будешь ухаживать, и работать не на чем будет, и получать тоже нечего будет. Ну, график у нас так два через два, я вот со сменщиком работаю, у него, выходной у него. Ну, два через два, с восьми до восьми. Ну, приходится, если когда вот зимой, или так, когда, то пораньше выходим, или задерживаемся даже». Такой график работы Алексею по душе. «Получается успевать и семье время уделять, и делами заниматься. У семьи Камыриных частный дом с огородом, хозяйство требует времени и сил. Картошку копают всей семьей». Жена Алексея трудится санитаркой в ветеринарной клинике. Дочка работает в колл-центре и скоро выйдет замуж. А сын Максим, получив образование автомеханика, устроился по примеру отца на комбикормовый завод группы. Работает на приемке зерна. «Неделю, может, две работы». «Ну, звал я его давно еще. Звал вот себе в помощники на Акару я его звал. Как раз нам надо было карточек туда в цех. Ну вот, никак он все собирался, собирался. Все-таки я его заманил. Агропром-комплектация для меня, как бы стабильность, да, что вот организация уже большая. Чувствую, что вот крепкое уже предприятие, что уже ничего, как говорится, не развалится, никуда бежать, как говорится, ну, не надо. И что, да, и в городе тут своем родном. Молодежи хочу пожелать, чтобы они не ленились, нашли хорошую работу. Ну и приходите к нам в Агропром-комплектацию». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова